Здравствуйте! В эфире передача «Здоровье важнее». И сегодня мы поговорим о половом воспитании подростков. И наш гость Сергей Васильевич Подгорный, врач-гинеколог Луганской областной клинической больницы, врач высшей категории. Сергей Васильевич, и первый вопрос вам. Что должны знать родители о половом воспитании ребенка? Роль родителей, безусловно, это объяснять, что не нужно жить ранней половой жизнью, как нужно предохраняться правильно. Также родители могут привести этого ребенка в женскую конституцию, где кабинеты планирования семьи уже 13-14 лет, когда начинается половое формирование, и уже обязательные профосмотры для девочек, которые должны проходить профосмотры еще со школы. Тут проводятся не только профосмотры, проводятся беседы с такими девочками, разъяснения, проводятся беседы о том, как нужно предохраняться от нежелательной беременности, и как нужно избежать многих заболеваний, которые могут передаваться половым путем. Происходит половое формирование, и в 11, 12, 15 лет начинают усиленно работать половые гормоны, формируется женский организм, но он еще не окрепший, он еще не совсем готов к взрослой жизни, еще не стабильно могут работать яичники, еще не сформировался менструальный цикл. Если уже начинаются менструации, то это уже говорит о том, что работают яичники, вырабатывается яйцеклетка, и уже может наступить беременность. Но организм еще не сформировался, и такие беременности могут нередко приводить к различным осложнениям, к нарушениям вынашивания беременности, невынашивания беременности, преждевременным родам. Поэтому беременность в таком возрасте весьма нежелательна. Беременность должна наступать, когда организм уже и созрел физиологически, и готова морально уже к вынашиванию беременности, чтобы это была беременность желанная в первую очередь. По статистике ВОЗ 10-12% подростков начинают жить половой жизнью еще с 13-15 лет. Беседуя с подростками в школах, я неоднократно интересовался причиной начала жизни. Некоторые говорили «любовь», а некоторые говорили «престижно». Они в своей среде хвастаются, разговаривают. «Сколько у тебя было партнеров?» «Один». «А у меня уже 3-5». «И какие подарки они мне делают?» Это, скорее всего, идет бравада какая-то между собой в своей среде. Дальше меняется окружение. Особенно сейчас, когда впереди каникулы, новое общение, а тем более для некоторых и поступление в какие-то новые учебные заведения. И появляется абсолютно новая жизнь, когда окружают новые люди. И бывают новые люди, которые являются лидерами, которые тоже как бы им и рекомендуют или почти заставляют начинать жить половой жизнью. Кама Сутра пишет, «Начало жизни – это познание». И вот подростки стараются ее познать. И в интернете, и в фильмах многое преподносится просто как эта игра, как это познание. И они не задумываются о том, какие могут пройти последствия. Последствия зачастую мы видим уже у себя на работе. Это и нежеланные беременности, и заболевания, которые могут поддерживаться и передаваться половым путем. На самом деле, к сожалению, очень многие, 30-32% этих нежеланных беременностей, беременностей заканчиваются абортами. В нашей стране, на Украине, считается, что во много раз, в десяток, 10-12 раз больше абортов, чем в многих развитых странах. Раз. Это неправильный путь предупреждения нежелательной беременности. Как нужно подбирать какие-то производительные средства, как предохраняться от беременности, вам всегда может помочь врач-акушер-гинеколог, хоть в женских консультациях, хоть в стационарах, как избежать этой нежеланной беременности. Даже если и беременность возникла, нужно также своевременно обращаться к врачу. Ко мне они редко приходят, почему-то, не только с мамами, иногда более контакт есть и с папой, или со старшими сестрами. Поэтому я также призываю родителей быть всегда откровенными с вашими девочками, беседовать, своевременно рассказывать им, быть в дружеских отношениях со своими дочечками, со своими самыми близкими людьми. Чем опасна непланируемая беременность в раннем возрасте? Безусловно, любой аборт в любом возрасте – это операция, это довольно-таки серьезное вмешательство, которое имеет целый ряд осложнений, как и ближайших, и как отдаленных. Могут быть в дальнейшем и различные воспалительные процессы, нарушения менструального цикла, которые в дальнейшем могут привести к бесплодию. У меня нередко есть такие пациенты, которые в молодости сделали прерывание беременности, а потом уже не могут нормально забеременеть. Какие опасные заболевания могут возникнуть у подростка, если он вступил уже в половую жизнь? Начинается лето. С началом лета многие уезжают в лагеря к бабушкам, меняется окружающая среда, и именно там зачастую и на природе может начинаться половая жизнь. Когда нарушаются некоторые правила гигиены, когда нельзя привести, может быть, в какой-то порядок половой органы, и тогда значительно повышается риск и беременности, и получения различных заболеваний, передаваемых половым путем. К ним сейчас относятся не только ветеринские заболевания, не только гадарея, сифилис, также трехмоняс, хламидиоз. Могут возникать у девочек любые воспалительные заболевания наружных половых органов, шейки матки, матки, и, безусловно, придатков аднекситов. Чем опасные заболевания? Эти заболевания опасны тем, что они нарушают здоровье женщины, что они могут приводить и к обильным, болезненным месячным в дальнейшем, и приводить, безусловно, к бесплодию, к длительному болевому синдрому на протяжении даже многих-многих лет. Казалось бы, такие безобидные заболевания, которые иногда поддаются очень сложно лечению. И также очень важно сказать, что нужно своевременное лечение, чем быстрее начато лечение, тем легче его вылечить. Еще у меня такой призыв, не искать помощи в интернете. Очень-очень многие сейчас приходят, начинать я вычитала, я прочитала 2-3 статьи, они уже себя чувствуют большими-большими гинекологами, нам подсказывают, как нужно лечить, чем лечить. Хотя, оказывается, что и диагноз совсем неправильный, и лечение также неправильное. Только врач-специалист может правильно оценить ситуацию, правильно поставить диагноз и назначить адекватное лечение. Сергей Васильевич, и традиционно в конце нашей передачи рекомендации нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, мне хотелось бы вам пожелать много-много счастья, здоровья, благополучия, чтобы вы всегда были дружны в своей семье. Хотите жить в согласии? Соглашайтесь. И нужно соглашаться и в своей семье, и со своими детками, их внимательно выслушивать. Они тоже уже личности. Личности еще, может быть, не совсем созревшие. Им нужно понять, как правильно сориентироваться в нашей сложной жизненной ситуации, их правильно направить, помочь, чтобы их жизнь сложилась счастливо и благополучно. Сергей Васильевич, спасибо за интересную беседу. До новых встреч. А сейчас советы психологов. Дорогие телезрители, в сегодняшней нашей телепередаче мы с вами поговорим о так называемых скрытых или же соматизированных депрессиях, которые очень часто встречаются в клинической практике и доставляют много проблем и медикам, и пациентам. Итак, скрытая депрессия или же депрессия без депрессии. Ну, каждый из нас знаком с плохим настроением. Ну, к сожалению, в жизни каждого человека поводов для него гораздо больше, чем для хорошего. Однако, депрессия – это не просто плохое настроение, а это еще и значительное снижение и психической, и двигательной активности человека. Очень часто у здоровых людей депрессивное расстройство возникает как реакция на большое количество неприятностей и неурядец, которые обрушиваются на них. Ну, как правило, проходит несчастье, проходит и депрессия. Но это в норме. Если же говорить о депрессии, как о болезни, то она отличается слишком большой продолжительностью и чрезмерной интенсивностью. Возникает зачастую без внешней видимой причины. Ну, в средстве биологических нарушений в организме. Дорогие друзья, депрессивное состояние, возникающее у человека, субъективно, крайне тягостно переносится этим человеком. Ну, достаточно сказать, что самое дорогое, что у нас, в принципе, у всех есть эта жизнь, теряет цену. И очень часто появляются мысли и желание покончить с собой. И это может, к сожалению, случиться, если оставить человека без помощи. Но у депрессии есть и другое лицо, когда она проявляет себя совсем по-другому. Ну, например, на первый план выступает проявление какого-то тяжелого телесного недуга. А, собственно, плохое настроение при этом уходит как бы на задний план. В таких случаях говорят, что депрессия скрывается под маской соматического заболевания. То есть, депрессия, как заболевание, не проявляет себя снижением настроения. Либо же это снижение весьма незначительно, а следовательно, распознать его и назначить необходимое лечение бывает очень и очень непросто. Но чаще всего такая депрессия проявляется в виде более различной локализации. Ну, например, болит голова, болят зубы, сердце, живот, суставы, отмечаются поносы и запоры, головокружение, выпадают волосы, появляется ощущение кома в горле, появляется одышка, сон нарушается таким образом, что больной легко засыпает, но очень быстро пробуждается и больше не может уснуть. Ну, нередки нарушения в сексуальной сфере, меняется продолжительность в половых актах, уменьшается влечение, притупляется оргазм. Дорогие друзья, вы должны знать о том, что кроме скрытой депрессии, существует еще целый ряд заболеваний, которыми занимается так называемая малая психиатрия, ну, ставшая в наш век стрессовых страстей, увы, уже далеко не малой. Далее, дорогие телезрители, я хочу вам рассказать об основных клинических разновидностях скрытой или же астоматизированной депрессии. Это первый вариант. Больной обращается к врачу с жалобами, ну, на такую своеобразную, невыносимую боль, ну, неприятные ощущения в различных частях тела, чувство не менее, покалывание конечностей, характерная боль, спазмы за грудиной и в подложечковой области, по ходу кишечника, а также в области печени. Больные испытывают тяжесть, давление, переполнение, расширение или же вибрацию, как они говорят, желудка, тошноту, мучительную отрыжку, боль чаще всего длительная, ноющая, распирающая, тупого характера. Интенсивность ее зависит, подчеркиваю, обратите внимание, зависит от времени суток. Сильнее всего боль бывает ночью и утром. Она не связана, причем, не связана с приемом и характером принимаемой пищи. Обычно снижается аппетит, больные худеют, у них бывают запоры, рерпонос. К постоянным проявлениям этого синдрома, кроме боли, принадлежит метеоризм, ну, то есть, ощущение вздутия, переполнения, урчания в кишечнике. Это так называемый желудочный вариант скрытой депрессии. Далее, при кардиологическом, кардио, сердце, алгея, боль, то есть, при сердечно-болевом варианте этой депрессии ведущими являются жалобы на боли и неприятные ощущения различного характера и интенсивности в области сердца. Жжение там, горение, тиснение в области предсердия, спазмы, пульсации, сильное сердцебиение, ну, и тому подобное. Больные рассказывают о том, что у них огнем печет груди, отмечается шум в сердце, стук, сулороги, уколы, расширение, спазмы за грудиной, стягивание, как бы, грудной клетки и так далее, и так далее. Чаще всего боль бывает длительной, от недели до нескольких месяцев, тупой, ну, реже такой, приступообразной, ну, достаточно острой, колющей, жгущей и так далее. Боль, подчеркиваю, отдает в шею, в лопатку, в живот, в голову, сердечные, вот, обратите внимание, дорогие телеседители, сердечные же, или обезболивающие препараты, уменьшают интенсивность этой боли, но не снимают ее. Иногда больные жалуются на головную боль, им сложно описать особенности этой головной боли, но они замечают устойчивый и тяжелый ее характер. Часто боль, такая, сопровождается неприятными ощущениями, покалываниями и носит устойчивая эта боль и тяжелый характер. При скрытой депрессии иногда главными является мигрирующая боль, то есть боль без постоянной локализации, боль, перемещающаяся из одной части тела в другую, иногда охватывает даже такая боль все тело. Часто при подобном состоянии ведущим, а иногда и единственным проявлением болезни является расстройство сна, проявляющееся ранним пробуждением, где-то в 3-4 утра и, соответственно, сокращением продолжительности ночного сна. Причем, дорогие друзья, снотворные препараты, как правило, являются неэффективными. При некоторых формах скрытой депрессии, на первый план выступают различные навязчивые идеи и страхи, которые сопровождаются осознанием их болезненности, насилием над собственным «я» и желанием преодолеть естественно подобное состояние. Больные жалуются на навязчивый счет, навязчивые воспоминания, представления, опасения, особенно частые страхи, фобии, ну, например, боясь умереть от остановки сердца, сойти с ума, задохнуться, страх перед одиночеством, высотой, открытыми пространствами, закрытыми дверьми, но чаще всего отмечается страх смерти. Причем пациенты критически относятся к этим страхам, ну, понимая, безусловно, их несостоятельность, пытаются преодолеть эти страхи. Общую клиническую картину заболевания дополняет ощущение слабости, тяжести, снижения аппетита, нарушения сна. К так называемому наркоманическому варианту скрытой депрессии относятся к состояниям, при которых ведущими проявлениями болезни являются приступы алкоголизации, которые обусловлены периодическими нарушениями настроения, соматическими или же вегетативными нарушениями, расстройствами, и, к сожалению, подобные приемы психоактивных веществ могут перейти в формирование или же алкоголизма, или же наркомании. Далее, наблюдается большое количество постоянных и разнообразных жалоб соматического и вегетативного, как мы говорим, характера, которые не укладываются в рамки какой-либо соматической болезни. Иногда имеют место также расстройства жизненно важных функций. Дорогие телезрители, а теперь я хочу обратить ваше внимание на основные клинические проявления, которые могут свидетельствовать о наличии у вас соматизированной или же скрытой депрессии. Первое, что должно настораживать каждого, это разрыв между множественностью и разнообразием жалоб и отсутствием объективно выявляемых признаков какого-либо соматического заболевания. Как правило, при скрытой депрессии клиническое состояние пациента подчиняется суточному режиму, то есть тягостные и тяжелые переживания утром и облегчения к вечеру. Запомните, к вечеру. Характерна также сезонность проявления болезненных переживаний с обострениями весной и осенью. Ремитирующее течение, то есть волнообразное развитие заболеваний с чередованием обострений и ремиссий, то есть улучшений. Пациенты настойчиво обращаются за медицинской помощью и отмечают значительное улучшение своего состояния на фоне приема антидепрессантов. И в заключение, дорогие телезрители, я хочу озвучить вам несколько основополагающих для всех депрессий истин. Первое. Давайте запомним, депрессия это болезнь, а не слабость характера. Далее. Депрессия гораздо более распространена, чем принято считать. Следующее. Депрессия ухудшает все виды деятельности человека. Труд, сон, аппетит, секс, взаимоотношения между людьми, способность справляться с трудностями. Дорогие друзья, причина депрессии это недостаток химических веществ в клетках головного мозга. Поэтому медикаментозное лечение абсолютно необходимо. Запомним также то, что я неоднократно повторял, антидепрессанты не вызывают зависимости и привыкания. Причем эффективность антидепрессантов достигает 80%. Поверьте, это очень высокий показатель. И, наконец, давайте запомним, эффективное лечение облегчит течение соматического заболевания и значительно повысит качество жизни пациентов, которые страдают скрытыми или же соматизированными депрессиями. В следующей программе, дорогие телезрители, мы с вами поговорим о неврозах, о причинах их возникновения и, естественно, о методах их профилактики и основных видах лечения. Спасибо. Спасибо. А сейчас мы приглашаем к экрану мам и пап, дедушек и бабушек. И сегодня мы говорим о здоровье вашего малыша. Но иногда, чтобы ваш малыш был здоров, необходимо принимать лекарства. И наша сегодня беседа, вот мы с Максимом вам расскажем, как же правильно принимать лекарства детям, как их правильно давать. Прежде всего, вы должны помнить, что все лекарства, которые назначил доктор вашему малышу, должны быть в растворе. То есть, сейчас лекарства лучше покупать в эмульсиях, в растворах. Если вам выписали какой-то порошок или таблетки, то, конечно, тоже их нужно перевести в раствор. И дать это лекарство ребенку в растворе. Лекарства давать надо из ложки, из шприца или пипеткой. Вот посмотрите, как наш Максим хорошо себя ведет с ложкой, с которой будет пить лекарство, с дозированным шприцом, с которого тоже будет пить лекарство. Для него это обычное, для него это привычное, для него это часть игры. И вы должны включиться в эту же игру. Но я хочу подчеркнуть вам еще один раз, ребенку нужно давать просто лекарства. Не с едой, не смешивать с кашами, не смешивать с супами, не смешивать с соками, молоком или каким-то другим питьем. Ребенок должен получить лекарство, как лекарство. Со временем вы можете дать ему еду, привычную еду, что-то может быть вкусненькое. Я хочу сказать, что на сегодня фактически лекарства для детей рассчитаны таким образом, что они все сладкие, они все с сиропами, и даже ребенок не поймет, горькое, но не горькое, а получит это лекарство и будет обязательно здоров. Сейчас я попрошу своего помощника помочь нам, чтобы мы показали, как правильно ребенку дать лекарство. Вот мы как раз кашляем, да, мы берем мерную ложку, мерная ложка 5 миллилитров. Если доктор вам выписал лекарство в большем количестве, вы будете его принимать, одну ложку, две ложки, но вы должны запомнить, если вот такой мерной ложечки нет рядом с лекарством, то фактически в каждом доме есть чайная ложечка, которая тоже 5 миллилитров, да, а ну давай, как мы будем пить? На нижнюю губу, глубоко не закладывая в рот, чтобы меньше пролилось. Вот так, вкусно. Это с ложки, давайте с пипетки, вот посмотрите, пипетку мы не заносим глубоко, потому что малыш может ее погрызть, может откусить, а прикасаемся к нижней губе и ребенок глотает, тут идет глотательный эффект. А вот со шприца, вот молодец, Максимка, вот этот дозатор так называемый или шприц, на нем есть обязательные отметки, сколько миллилитров вы должны добрать, потому что ребенок должен получить ту дозу, которую назначил доктор. Давайте лекарства правильно и ваш малыш обязательно будет здоров. На этом наша передача заканчивается. Смотрите нас через неделю, будет интересно. И помните, что здоровье важнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин